Юла. Мобильный сервис бесплатных объявлений, где можно купить нужную вам вещь, продать ненужную, либо просто отдать бесплатно в хорошие руки. В октябре 2015 года было запущено приложение Юла для Android, очень востребованный сервис для размещения объявлений. Приложение имеет удобный интерфейс с разбивкой по категориям. Можно отфильтровать товар по нужным вам критериям, сохранить понравившиеся товары в избранное. Легко связаться с продавцом в чате, либо сразу позвонить ему. Приложение снабжено геолокацией, то есть сразу при подаче объявления определяет местонахождение человека. Чтобы ваш товар увидели люди, находящиеся в ближайших районах, либо предложить вам нужную вещь в радиусе 5 километров. Очень удобная функция. Объявления размещаются бесплатно на 30 дней. За ежедневное посещение сайта начисляется до трех бонусов. Дополнительные баллы можно получить с помощью промокода ЮЛА. Бонусы можно использовать, чтобы поднимать свое объявление в ленте. Текст озвучен в Яндекс Клауд. По истечении 30 дней объявление уходит в архив, откуда его при необходимости можно вытащить и снова опубликовать. По данным 2017 года, количество пользователей сервиса достигло более 24 миллионов человек в месяц, поэтому ваше объявление незамеченным не останется. Приложение ЮЛА удобно еще и тем, что можно просматривать профили и рейтинги продавцов и покупателей. Можно увидеть, сколько было просмотров объявлений и сколько человек добавили объявление себе в избранное. С весны 2017 года действует сервис по доставке товаров от продавца к покупателю. Это особо актуально при покупке крупных товаров, например, бытовой техники. ЮЛА стала первым сервисом в Рунете, который запустил службу доставки. Услуга оказалась очень востребованной. Для покупателя есть два способа получения посылки. Получение в отделении Боксбери, которое есть практически во всех городах, доставка курьером по вашему адресу. Вы можете открыть посылку, посмотреть товар и, если он не соответствует вашим ожиданиям, сразу же отправить назад продавцу. Бумажной волокиты в виде заполнения кучи квитанций здесь нет. На ЮЛА можно зарабатывать, продавая не только свои вещи. При желании можно продавать вещи, которых у вас нет. Это сотрудничество с интернет-магазинами. Для начала определитесь с товаром. ЮЛА – это сервис, на котором лучше продаются недорогие вещи. Определите для себя категорию товара, в котором вы разбираетесь. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Зайдите на сайты популярных интернет-магазинов и просмотрите рейтинги продаж подобных товаров. Затем посмотрите, по какой цене эти вещи продают конкуренты на ЮЛЕ. Следующая задача – найти сайты магазинов, у которых есть это же, но посещаемость и продажи плохие. Для этого вбиваете в поисковик название товара, далее «Купить» и в выдаче переходите на седьмую-восьмую страницу. Поиск магазинов с низкой выдачей нужен для того, чтобы заинтересовать его сотрудничать с вами. Проверить посещаемость того или иного магазина можно с помощью сайта PR.SY.RU – сайт Statistics. Открываете его в новом окне, вводите в нужные поля адрес магазина и копчу, нажимаете на кнопку «Проверить» и смотрите, сколько человек в день посещает данный ресурс. Если посещаемость в районе 100-200 человек, тогда есть смысл связаться с менеджером магазина и договориться о сотрудничестве. Сделать это можно по контактным данным, которые есть на сайте. Указываете причину вашего обращения, говорите о наличии нужной целевой аудитории и обсуждаете условия сотрудничества, процесс передачи данных покупателя магазину, размер вашего вознаграждения, платежную систему и прочие вопросы. Такие предложения можно отправить нескольким магазинам, так как не все могут согласиться с первого раза. Сотрудничая с другими интернет-магазинами, вам придется выставлять в своих объявлениях фотографии товара этих магазинов. А значит, картинка будет не уникальной. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. За это можно получить бан. Как его избежать? Для того, чтобы сделать картинку уникальной, зайдите в Paint и сделайте несколько изменений. Наложите цветные рамки на картинке. Если рамка уже была, просто сделайте ее чуть шире и измените цвет. Попробуйте изменить цвет самой картинки. Сделайте небольшой поворот. Обрежьте углы картинки. Сделайте их полукруглыми. Единственное, чего не стоит делать, изменять размер картинки из меньшего на больший. Качество сразу становится намного хуже, и программа сразу это вычислит. Чтобы зайти в Paint, сохраните картинку или фото на свой рабочий стол, затем кликните по ней правой кнопкой мыши и из списка выберите «Открыть с помощью Paint». Затем в верхней панели выбираете нужный инструмент и делаете изменения. Заработок на Юле действует по принципу «Купить дешевле», «Продать дороже». Находите в своем городе сток или секонд-хенд. Выбираете интересные вещи, фотографируете их с нескольких ракурсов. Договариваетесь с хозяином магазина о том, что будете помогать реализовывать его товар без всякой комиссии. И создаете объявление на Юле. В стоковых магазинах зачастую бывают вещи лучшего качества, чем в некоторых интернет-магазинах. Минус этого способа ваша доставка. Но с покупателем можно обговорить плату за доставку отдельно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!